В Водкинске сотрудники ГИБДД проверяют водителей на трезвость. На совместном рейде побывала и наша съемочная группа. Несмотря на ужесточение законодательства, за факт езды в нетрезвом виде водкинские водители продолжают нарушать закон. За прошедшую неделю было выявлено 11 пьяных водителей. И, к сожалению, их количество не уменьшается. Сотрудники госавтоинспекции в праздничный день совместно с телекомпанией ВТВ провели массовый рейд на водкинских дорогах. 24 февраля проводится массовая проверка водителей на предмет выявления управления ими транспортными средствами, находясь в состоянии опьянения. Также уделяется особое внимание грубым нарушениям, таким как нарушение правил перевозки детей или управление транспортными средствами, не имея права управления такими лицами. В рейде были задействованы 6 патрульных машин и 16 сотрудников ДПС, которые останавливали всех без исключения. Многие из водителей считают, что данные меры просто необходимы. До чего? До того, что пьяных на дороге не было. А вы когда-нибудь садились пьяным за руль? Нет, никогда. То есть считаете, что это преступление? Конечно, что преступление. Это как обезьяна с гранатой. Да, нужны. Почему бы нет? Если ты ничего не нарушаешь, то никаких проблем обычно не бывает. Спасибо большое. До свидания. Не прошло и получаса, как наша съемочная группа вышла на совместный рейд с дорожной полицией. И произошло очередное ДТП, куда первыми на место аварии мы и прибыли. Раслепила машина и я на поворот как раз шел. То есть вы ее видели? А машина включается ванной стручке? Да. Я проезжал перекресток прямо, а вот этот человек решил повернуть. Видите? А какой сигнал светофора был? Зеленый. 21 час 20 минут. По предварительной информации водитель, мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем Мазда, при движении, при повороте налево на перекрестке улицы Азина и Чайковского, на зеленый сигнал светофора не пропустил двигающийся в прямом направлении автомобиль Джили под управлением молодого человека 1991 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия причинен имущественный вред транспортным средствам. В ходе проверки было выявлено 10 нарушений правил дорожного движения. Из них в двух случаях водители не имели права управления транспортным средством. Один водитель ранее лишенный водительских прав. И в одном случае был выявлен пьяный и уже повторно. Кроме этого, сотрудниками ГИБДД был задержан снегоход с тушей лося. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Массовые проверки, как правило, проводятся в праздничные или предпраздничные дни. Когда количество водителей, нарушающих правила дорожного движения, такие как управление транспортными средствами в состоянии опьянения, возрастает в разы. Поэтому именно такая мера применяется для выявления вот таких не совсем благонадежных водителей. Такие мероприятия на дорогах города сотрудники госавтоинспекции будут продолжать до тех пор, пока водкинские водители не перестанут садиться за руль в пьяном виде и совершать грубейшие нарушения правил дорожного движения. Дежурили на дорогах Водкинска Елена Рудакова, Дмитрий Наговицын. Водкинске. Продолжение следует... Продолжение следует...